Нешуточные страсти, разумеется, страсти спортивные, разгорелись в минувшую пятницу в спортзале 22-й школы, где проходил финал городского этапа соревнований открытого республиканского фестиваля спорта и искусства «Соколенок Донбасса». Сыграло ли на этот раз так называемое правило родных стен – далее в сюжете. Вот уже седьмой год подряд фестиваль «Соколенок Донбасса» становится главным спортивным событием зимы во всех школах республики. Харциск, разумеется, не стал исключением. В этом году в финал городского этапа соревнований прошли команды 1-й, 2-й, 19-й и 22-й школ. Со словами напутствия к участникам соревнований обратилась начальник управления образования Харциска Ольга Солодовник. «В каждой команде желаю быть более ловкой, более сильной, сплоченной, дружной. Удачи, ребята, в этой легкой борьбе. Пусть победили сегодня сильнейшие». Перед началом соревнований ребята как следует разогрелись на разминке, после чего капитаны команд приняли участие в жеребьевке и разыграли очередность выступлений. Началось все с приветствия, пожалуй, одного из наиболее ярких и зрелищных конкурсов фестиваля. Чтобы заработать максимальное количество баллов, школьники демонстрируют все, что умеют в гимнастике, акробатике и хореографии. Нужно отметить, что уровень мероприятия с каждым годом растет, как и желание ребят представлять свой город и свою школу на республиканском этапе. «Ребята на уровне школьных параллелей 5-6 классов выбрали лучшую команду и команды состязались в отборочных соревнованиях на протяжении этой недели в четырех школах. Сегодня мы видим победителей отборочного этапа». Едва успев перевести дух после презентации команд, юные соколята приняли участие в спортивной викторине, в которой надо было ответить на 25 вопросов олимпийской тематики, продемонстрировать собственные достижения в скорости, ловкости и точности ребята могли в эстафете. На этом этапе эмоции соколят, что называется, били через край, объединяя команды в единое целое и заставляя спортсменов выкладываться на полную катушку. После подведения итогов всех конкурсов фестиваля победу праздновала команда 22-й школы, которая и представит наш город на республиканском этапе соревнований в Шахтерске.